У мусорного полигона возле села Зеленино воздух раскален даже в тени. Местные активисты на встрече с руководством свалки градус общения повышает практически каждую минуту. И пошел он слушать не хочет. Дело надо, не придирать отсюда, чтобы совсем не было. И так вот взорваться. Впрочем, взорваться эта свалка может и сама по себе, если там прямо сейчас начать раскопки и забор грунта. По крайней мере, в этом общественность пытались убедить и хозяева полигона, и местный депутат. С появлением районного прокурора риторика изменилась. Своей решительностью Илья Максимов все сомнения в безопасности проверки развеял сразу. Была принята мной инициативная группа граждан местных населения, которая также обратилась к нам с жалобой по вопросу утилизации здесь мусора с московского региона. На данный момент мы будем проверять непосредственно соблюдение требований законодательства, как брать образцы, проверять имеются ли здесь захоронения радиоактивных отходов. Ну и параллельно посмотрим на организацию захоронения. Понятно, что о проверке руководство полигона проинформировали заранее. Понятно, что если что-то и было, уже давным-давно закопано. Бульдозеры крутятся здесь уже явно не первый день. Но даже с учетом этого свою решительность активисты не растеряли. Почему на Рыбновский полигон твердых бытовых отходов, который открывался исключительно для Рыбновского района, день и ночь везут мусор из Москвы, мусоровозы с прицепами, день и ночь везут? Полигон ТБО, это конкретно берется, выкапывается ров, туда складируются отходы, потом засыпается все это землей. Я не думаю, что вот эта вот свалка и вот эти вот кучи мусорные, которые уже, я не знаю, высотой со скольких этажный дом, что это похоже немножко на какой-то ров и что его сравняли с землей. Все обвинения общественников руководство полигона категорически отрицает. Московского мусора здесь, мол, нет, только областной, рязанский. И никакого складирования пищевых отходов здесь тоже нет, да и радиацией не пахнет. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никакой Москвы у нас, ничего у нас такого здесь нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет, нет, нет. У нас, ну, только с Рязанской области. Мы здесь работаем 10 лет, я думаю, что если бы мы захоранивали бы что-нибудь радиоактивное, мы бы уже давно тут, все бы сами передохли бы. Я, конечно, могу постоять, пока вот здесь погрешность не будет. Замер, еще замер. При всей важности момента, что означают эти цифры, никто толком не понимает. Много это или мало? Ну, вроде как в пределах нормы. Опытным взглядом прокурор определяет по фрагментам класс опасности, пятый. И тоже вроде как все законно. Да и запаха пищевых отходов не чувствуется. В этом месте. Зато вот здесь от чаек не спасает даже звуковая ловушка. Ну, в самом деле, вряд ли пернатые стаи будут грызть, например, целлофан. А я напомню, пищевые отходы здесь запрещено размещать еще с 12-го года. Людей, конечно, обмануть можно, птиц вряд ли. Впрочем, результаты проб – это единственное, что можно противопоставить различным слухам и деревенским легендам. А их обещают обнародовать в самое ближайшее время. Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!